Важная дата. Сто лет назад родился Алексей Моресьев. На малой родине героя в городе Камышине прошел парад роты почетного караула Волгоградского гарнизона. К памятнику возложили цветы. На церемонию пригласили ветеранов. Присутствовал сын прославленного летчика. В честь Алексея Моресьева провели авиашоу. Пилоты показали зрителям приемы воздушного боя. О подвиге Алексея Моресьева в деталях знают россияне старшего поколения. Сейчас в обязательной школьной программе нет повести о настоящем человеке. То, что у многих молодых людей пробел в образовании, подтвердили результаты теста по истории Великой Отечественной войны. Свой опрос на улице провел и наш корреспондент Клим Санаткин. Я знаю, что он летел куда-то на самолете, потом упал, и там была тайга и холод. Насколько я знаю, это летчик, который потерял ноги и после этого летал. А вы знаете, кто такой Алексей Петрович Моресьев? К сожалению, нет. Моресьев? Я не интересовался. Вы знаете, кто такой Алексей Моресьев? Нет. Нежели не нет. Этот вопрос мы задавали рядом с домом на Тверской-19, где когда-то жил легендарный летчик Алексей Моресьев. Большинство опрошенных нами молодых людей ответить затруднились. Чего не скажешь о старшем поколении. Мы выросли детьми на этом. Мы же в военном времени. Такими людьми можно только восхищаться. Про Моресьева, да, ну, например, мои ровесники. Почему все знали? Потому что в школьной программе была повесть о настоящем человеке, Бориса Полевого. Результаты проведенного недавно всероссийского теста по истории Великой Отечественной войны показали, далеко не все знают, кто является прототипом героя повести о настоящем человеке. К сожалению, всего 32% ответили правильно, указали фамилию Моресьева летчика. И, конечно же, большая часть это были люди старшего поколения. Мы молодежным парламентом целиком полностью поддерживаем инициативу возвращения повести в школьную программу. Советские школьники в обязательном порядке изучали произведения Полевого в пятом классе. Теперь же последнее слово за преподавателями. Какие из утвержденных книг о войне изучать на уроках, а какие рекомендовать к прочтению. На сегодняшний день изменился принцип формирования школьного содержания. Он определяется основной образовательной программой, которую разрабатывает школа самостоятельно. Составляя рабочую программу учебного предмета, учитель сам может включить это произведение. Вся жизнь – отчаянная борьба. Истребитель 25-летнего летчика был подбит в 1942 году в районе Старой Руссы. Раненый Моресьев 18 суток ползком пробирался к линии фронта, к своим. История удивительной силы и мужества, ампутация голени обеих ног, месяцы, потраченные на восстановление, первые шаги на протезах и одна мечта – снова вернуться в небо. Символ несломленного духа – это Проморесьева. Снова сел за штурвал и в воздушных боях сбил уже после ранения семь немецких самолетов. Именно после встречи с легендарным летчиком Борис Полевой напишет свою знаменитую повесть о настоящем человеке. Не просто книгу, учебник жизни для миллионов советских граждан. Когда мы нашли Моресьева, он был совсем худющий, белый, как творог. Вспоминал потом брат Ольги Михайловны Алексей, позволяющий вместе с отцом из леса своего тезку. Эти газетные вырезки из семейного архива Арина Вихрова, чей дед когда-то спас, легендарного летчика принесла в школу, чтобы вместе с учителем рассказать о подвиге Алексея Моресьева. Такие уроки проходят сегодня во многих школах страны. Я хочу вам рассказать о подвиге одного замечательного летчика, которому 20 мая исполнилось бы 100 лет. Именем Моресьева названы улицы, школы и даже планета. Его история – символ Великой Победы, которой будет жить, пока жива память о герое Советского Союза. Никто же его не знает. Повесть о настоящем человеке о нем написано. Смог снова летать на протезах. Это героизм Второй мировой. Клим Санаткин, Юрий Шолмов, Елена Печь, Елена Штоколова и Алексей Козлов. Первый канал.